Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговой идеи от компании Тикмилл, и с вами я Артур Идиатулин. В пятницу в фондовой рынке у нас чувствуют недомогание, все больше появляется признаков того, что власти развитых экономик, они восстанавливают социальные ограничения, которые, естественно, ущемляют бизнес, что, в свою очередь, подавляет аппетит к риску на рынке, вызывает опасения нового спада из-за того, что, возможно, надвигается вторая волна коронавирус. Несмотря на активное сопротивление покупателей на фондовых рынках, если мы рассматриваем S&P 500, несмотря на попытки покупателей перехватить сопротивление, выкупить коррекции, мы видим, что сейчас индекс у нас протестировал 100-дневную скользящую среднюю и уровень в 3200 пунктов, который у нас выступал форпостом, который выступал у нас оплотом роста, который начинался у нас в августе. То есть, по сути, вот эта волна роста индекс полностью закрывает, и, естественно, сейчас возникает риск того, что дальнейшие снижения продолжатся. Кроме того, что не на чем расти, у нас появляется информация, появляется все больше информации, на которой можно продавать. Это решение властей ЕС, Великобритании и отдельных штатов США восстанавливать социальные ограничения. Если мы посмотрим на динамику заболеваемости во Великобритании, видно, что у нас число подтвержденных случаев начало приобретать с конца августа, получается почти экспоненциальный рост. Не мудрено, что у нас забеспокоились чиновники Великобритании, начали они восстанавливать социальные ограничения. Борис Джонсон призвал офисных работников оставаться дома. Бары, рестораны и прочие увеселительные заведения закрываются пока что в 10 вечера. Если совсем недавно посетителям раздавали, правительство субсидировало их походы в эти заведения, то сейчас ситуация кардинально меняется. Им рекомендуется оставаться дома. Естественно, это очень сильно подавляет бизнес, это очень сильно подавляет сферу услуг. Индексы активности в сфере услуг за сентябрь по Великобритании и по ЕС уже нам об этом доложили. Респонденты доложили, что вторая волна начала ударять по потребительскому спросу. Вчера у нас поступил ряд комментариев от американских чиновников, чиновников Центрального банка, то есть ФРС. Были они весьма необычные, почему? Потому что наблюдалось очень большое широкое разногласие в прогнозах. Это не свойственно для чиновников ФРС, потому что в целом, когда они что-то сообщают рынкам, вот их коммуникации, они стараются, грубо говоря, держаться вместе, говорить как бы одно и то же. Вчера у нас, получается, чиновники отдельные, получается, главы центральных банков, локальных, получается, они начали сообщать довольно-таки полярные мнения, сообщали полярные ожидания о восстановлении американской экономики, чего они ждут. Так, например, президент ФРБ Бостона у нас Эрик Розенгрен, и он заявил, что он ожидает вторую волну коронавируса осенью и зимой, поэтому призывал Конгресс как можно быстрее согласовывать фискальную помощь. В то же время Джеймс Булвард, это у нас глава ФРБ Сент-Льюиса, он заявил, что вторая волна коронавируса не будет такой сильной, потому что, ну, в целом система здравоохранения подготовлена, летальность вируса, она снизилась, и люди стали более бдительны, особенно люди из повышенной группы риска, и поэтому вирусы будут важнее распространяться, и вторая волна, если она будет, она будет более мягкой, и поэтому не так сильно навредит росту, и экономика США, она продолжит восстанавливаться. Также данный чиновник, он у нас считает, что инфляция достигнет 2% уже в следующем году, это вот один из самых агрессивных прогнозов чиновников ФРС, именно вот заявление Булварда, это стало самым агрессивным прогнозом. О чем это говорит, почему мы в этом говорим? Ну, во-первых, взгляды, разнящиеся взгляды чиновников ФРС говорят о том, что все ожидания по изменению ставки, которые мы слышали, ставки будут оставаться очень долго, это пока все очень поверхностно, все очень приблизительно, пока еще сам, получается, внутри Центрального банка не пришли консенсусы по поводу того, как долго нужно держать ставки на низком уровне. Во-вторых, заявление главы ФРС Джереми Пауэлла, вчерашнее, что ФРС сделал все необходимое, теперь должен действовать Конгресс, это такая своеобразная мантра у главы ФРС, он ее постоянно повторяет, постоянно призывает Конгресс одобрить фискальную сделку, это, по сути, давление на Конгресс, которое должно заставить чиновников шевелиться, угроза второй волны, которая сейчас действительно назревает, мы уже видим признаки этого, она должна, наконец-таки, подстегнуть чиновников все-таки к переговорам, к тому, чтобы они пошли друг другу навстречу, чтобы двухпартийная поддержка нового проекта наконец-таки состоялась, наконец-таки появилась, потому что у нас обе партии предлагают совершенно разные суммы новой фискальной помощи, и поэтому не могут договориться. Если мы посмотрим на давление на конгрессменов, на сенаторов со стороны коронавируса, насколько вот угроза существенная, актуальная, второй вспышки, мы можем видеть, вот на этом графике, это число подтвержденных случаев в США, можно видеть, что примерно, начиная с конца августа, начиная даже с начала сентября, у нас вот здесь пошло ускорение заболеваемости. Пока еще вот не видно, из-за того, что у нас вот такие вот колебания здесь происходят, возможно, какая-то сезонность, да, возможно, ошибки в подсчетах, возможно, особенности в тестировании и так далее. Но, несмотря вот на эти колебания в этого показателя, можно видеть, что вот здесь все-таки он перешел в рост, сравнялся вот с значениями, которые были вот здесь, то есть это не дно, это чуть выше дна, то есть устойчивое ускорение числа новых подтвержденных случаев, оно есть, осенью начало происходить, и это как бы в целом согласуется с тем, что вот вы ожидали осенью второй волны, вот получается, ну вот получаем мы, да, вот эти сигналы, признаки того, что вот здесь вот такой вот рост, да, в Великобритании, здесь тоже постепенное ускорение заболеваемости происходит, и вот эта угроза второй волны, она должна заставить, наконец, чиновников, правительства, демократов и республиканцев, наконец, зашевелиться, наконец-таки принять фискальную сделку, которая, естественно, поддержит настроение. Но для этого нужно больше негативного развития с вирусом, нужно действительно такое тревожное ускорение случаев, чтобы, наконец-таки, начали друг другу выступать демократы и республиканцы, чтобы они ускорили переговоры, и вот это время, да, которое необходимо для того, чтобы вот эти негативные события развивались, оно должно пройти, и в это время, естественно, у рынка, по сути, нет опоры, потому что неопределенность по фискальной сделке, она продолжает у нас оставаться. Также мы рассмотрим ситуацию по евро-доллару, по нему образуется интересная ситуация, сейчас я объясню, почему у нас сегодня, получается, чиновник ЕЦБ, Франс Вилерой, он сообщил сегодня, что, да, намек точнее, что ЕЦБ начнет пересматривать концепцию по таргетированию инфляции, то же самое у нас было, получается, с ФРС недавно, доллар активно на этом снижался, и сейчас та же самая песня, но уже ее поет ЕЦБ, отдельные чиновники начинают давать рынку сведения, некоторые данные о том, что будет пересматриваться концепция по таргетированию инфляции, значит, он заявил, Франс Вилеру, он заявил, что рынкам, инвесторам следует рассматривать симметричную цель по инфляции, не ту, которая есть сейчас, это инфляция ниже или равная 2%, а нужно рассматривать симметричную, то есть инфляция равная 2% или ниже, или выше. О чем это говорит? Что значит переход к этой симметричной инфляции? Это то, что если у нас, как и в США, если у нас еврозой начнет ускоряться инфляция, превысит она 2%, не будет сразу, если бы торопиться, трогать ставку, ужесточать политику, другими словами, процентная ставка будет дольше оставаться на низком уровне, на текущем уровне, и, как мы знаем, любые ожидания, которые связаны с тем, что ставка процентная будет оставаться дольше на низком уровне, они негативно влияют на национальную валюту. Вот, собственно, в данном случае эти ожидания будут негативно влиять на евро. Вот этот намек от чиновника говорит нам о том, что ЕСБ, возможно, будет постепенно, порционно выдавать эту информацию о том, что будет пересматриваться инфляция, концепция по таргетированию инфляции, будет она более приближена к тому, что пытается достичь ФРС, и вот эти вот ожидания, они, на мой взгляд, создают риск, такой же риск, как был в долларе, риск обесценения евро, и вот краткосрочными целями, на мой взгляд, по евро-доллару мы можем рассмотреть движение в сторону 1.15.50, 1.15, ну, естественно, нам нужно желательно дождаться какой-нибудь коррекции, либо до уровня 1.17, либо до уровня 1.16.50, да, чтобы убедиться, как бы, в намерениях, да, то, что действительно у нас продолжится движение пары вниз, чтобы получить скидку, более удобный вход по паре. Сейчас, как видим, да, растет давление у нас на евро, и приближается, скорее всего, случится тест уровня 1.16, но видно, что у нас моментом уже, да, вот РСЯ показывает, что моментом уже очень большой у нас по евро-доллару, именно нисходящий момент, то есть вот здесь активность снижалась, и обычно просто после сильных активных снижений, как бы, ну, отскакивает, да, немного получается цена, и затем уже вот переваривает, после того, как рынок переваривал это снижение, дальше уже определяется направление, поэтому стоит, возможно, дождаться коррекции. Чуть выше получается, возможно, это произойдет на следующей неделе, и уже затем рассматривать движение, цель по паре ниже, на уровне 1.15, 1.15, 1.15, как раз таки, вот, на фоне, на основании тех ожиданий по политике ЕЦБ, которые у нас сейчас возникают в связи вот с последними комментариями чиновников. А вот такая вот у нас ситуация по рынкам рисковых активов, по евро-доллару я выделил для вас основные торговые идеи и факторы, которые способствуют реализации этих торговых идей. А если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Если вам понравилось это видео или вы считаете, что оно оказалось для вас полезным, вы также можете поставить лайк, я буду вам за это также благодарен. Вот, ну, на сегодня у меня все. Желаю всего доброго, торгуйте в профит.